что же всем утро доброе дорогие мои сегодня у нас суббота шестое на января двадцать четвертый год время без пяти семь еду на работу писать на улице не стал почему потому что у нас здесь температура на улице вот обещают еще до минус 31 но сейчас еще два дня будет нету до понедельника минус 15 минус 17 завтрашнего дня начинается повышение завтра будет минус 18 ну в общем потом будет неделя оттепили минус 7 даже 0 будет минус 5 и потом обещают до минус 31 сейчас у нас минус 23 на чем хотел бы поговорить сегодня друзья спрашивают о в том числе друзья которые мои земляки уехали в россию и добились там кое-каких успехов один из них даже стал пропагандоном на одном из российских каналах ненависти сашему за раз за привет сожалению до этого земляка и сейчас стало войны ну что ж что же делать хотел бы поговорить про свет и про нас указа у нас нет мы газом не пользуемся вообще моргий газ только в баллонах электричество пользуемся электричеством обогреваемся электричеством плюс у меня еще камин я комбинирую но мне нравится камин заготавливают дрова дрова у меня бесплатный единство только у кого это убить и таскать грузить остальное все бесплатно из поддонов прямо отдают тут из магазина который не ликвидный так что еще значит электричество раньше я платил в летний месяц и платил от 400 до 50 долларов то есть от 40 до 50 долларов в месяц теперь у меня платежи возросли в прошлом месяце до 1300 то есть 130 долларов и скорее всего в этом месяце в январе придет фактура наверно на тысячи полторы и больше то есть как видите платежи мои возросли в трое но это абсолютно ничего такого ощутимо доступно плюс еще государственные компании они не дают субсидии 50 процентные субсидии на пользование но тебе это не дается деньгами это идет с отчет будущего месяца то есть извините грубо говоря в этом месяце я заплачу полторы тысячи то есть 750 крон мне значит тут в следующий месяц то есть как бы больше ну в целом так терпимо терпимо учитывая от реальности здесь вот 500 крон мои счета будут возрасте плюс субсидии возраст кунду 70 750 крон то есть повышение на 50 ерунда в общем сушить можно теперь значит по поводу газа и нефти сейчас государственная компания стартвайл она переименовалась нефтегазовой компанией ну это типа вашего газпрома или или раз нефти все в одном флаконе они переименовались как то я сейчас не знаю название в общем они делают набор нового штата потому как период пандемии людей уволились и они не стали убытки сейчас напротив они нарастили свою дому чего в четыре раза и обеспечивают великобританию германию польшу колландию францию и кого-то еще то есть страны северной и западной европы обеспечивают норвежским газом замены российского на случай что мы замерзаем германия британия полностью перешла на норвежский газ Германия почти полностью перешла я насколько знаю страны южной европы переходят на арабский газ ну вот собственно все норвежские предприниматели и директора всех фирм этих нефтегазов очень радуются тому что то есть им удалось нарастить добычу и вот эти все убытки понесенные в период пандемии они смогли восстановить вот собственно все вкратце рассказал сейчас я готов для вас большое видео для путиноидов это очень интересный материал и второе завтра у нас восстанавливаются репетиции в политическом театре и значит завтра воскресенье с 10 до 12 по среднеевропейскому времени то есть смотрите линия берлин стокгольм осло я постараюсь выложить не выложить а включить на этом канале прямой эфир с нашей репетиции а также в соц сетях на фейсбуке в моем профиле их еще такой называется аматер театр хитта там тоже будет на фейсбуке тоже будет прямой эфир нашей репетиции пожалуйста присоединяйтесь буду рад и буду рад получить ваши комменты по этому поводу а как у вас по поводу значит вот эти компенсации субтики и прочее пишите буду рад всем пока я приехал на работу всем пока удачи берегите себя